Китайский автопромышленный гигант FAF намерен наладить официальные поставки в Россию автомобилей своей суперлюксовой марки Хонки, об этом сообщает ресурс китайскиеавтомобили.рф со ссылкой на свои источники, близкие к FAF, в иерархии китайских национальных автобрендов Хонки занимает высшую ступень. На таких машинах ездят все лидеры компартии КНР начиная с Маос Зе Дуна, по статусу их можно сравнить с английскими Роулс Ройс или советскими Зилами. Первое время в России предложат четыре модели Хонки, это бензиновые представительские седаны H5, H7 и H9, а также полноразмерные чисто электрические кроссоверы и HS9. Старт продаж запланирован на осень 2022 года, но в какой последовательности модели выйдут на российский рынок, пока неизвестно. Хонки также рассматривает возможность сборки своих моделей на одной из площадок в нашей стране. 22 июня президент РФ Владимир Путин сообщил о переговорах, которые могут привести к наращиванию в России доли китайских автомобилей. В апреле в Минпромторге РФ заявили, что европейские и японские премиум авто на нашем рынке могут быть вытеснены китайскими. H5 – это седан длиной около 5 метров, в конце мая он дебютировал во втором поколении. Модель построена на переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя и независимой задней подвеской. Она предлагается в вариантах с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 литра, мощность – 156 литров с, и 2,0 литра – 224 литра с, а также с гибридной установкой, составленной вокруг 1,5 литрового ДВС – 190 литров с. H7 построен на лицензионной базе японской Toyota Crown с продольным размещением двигателя и задними ведущими колесами. Длина H7 – 5095 мм, машина оснащается бензиновыми моторами объемом 1,8 литра – 185 литров, с 2,0 литра – 204 литра, с и 3,0 литра – 228 литров, с первые два – с турбонаддувом, последний – атмосферный. Семерку делали в 2013-2021 годах. Каким образом в Россию собираются поставлять уже снятый с производства автомобиль не ясно, возможно, здесь кроется ошибка журналистов ресурса китайскиеавтомобили.рф или готовится к премьере второе. Поколение модели H9 выпускают с 2020 года. Эта машина также опирается на платформу классической компоновки с продольным двигателем и задней ведущей осью. В стандартной версии длина H9 – 5137 мм, но есть удлиненный на 200 мм вариант. H9 комплектуют бензиновыми моторами объемом 2,0 – 240 литров, с и 3,0 литра – 290 литров, с и HS9 представляет собой 5,3-метровый кроссовер, изначально созданный как электромобиль и не предполагающий вариантов с ДВС. Эта машина производится с 2020 года, она оснащена двумя электромоторами, по одному на ось. Передний развивает 160 копеек вторнику мощности – 218 литров, с задней – 245 копеек вторнику – 333 литра, с двигателя питает литий-ионная батарея емкостью 92,4 копейки ВТ-звездочка Че, запас хода на одной зарядке достигает 500 км. Заметим, что серые импортеры уже некоторое время завозят в Россию Хонфки и HS9, по состоянию на 23 июня на Дроме опубликовано одно объявление о продаже такого автомобиля.